Девушки отдыхают Девушки отдыхают На барахолочке видеокассетки Здесь ребята по 10-20 рублей А барахолочка находится в городе Екатеринбурге Возле магазина дом И барахолка там работает Каждые выходные Ну примерно до обеда Чуть подольше С утра естественно Уже повторяюсь еще раз Кассетки приобрел По 10-20 рублей ну что ж давайте приступим к распаковочке так вскрытию пакетика и заглянем что же там внутри и начнем мы ребят вот такой вот кассетки показывать вам не буду его только название нарушающие запреты tintobrasso потому что youtube заблокирует видео потому что здесь же пень вот такая ребята кассетка не знаю с одноголосовым переводом ну купила потому что есть tintobrasso следующая у нас такая кассетка зловещими ты мертвецы первая вторая часть обошлась она мне по 10 рублей ей цепи вот такая вот кассетка ну ребята состояние вообще середнячок еще даже что могу сказать еще даже не включал только перемотал почистил специально все подготовил для видео зловещими мертвецы первая вторая часть ужасы ребята ужасы следующая у нас к сетка тдк есть 180 супер или короче не знаю что написано тдк кассетка довольно очень хорошая нико первая вторая часть ребят здесь уже подклеил все потому что здесь все было порвано это ребята кассетка уже пойдет коллекцию так сказать сейчас давайте достанем ее посмотрим тдк ребята видите надпись тдк то же самое что и на коробочке коробочка соответствует к сети за 20 рублей если не ошибаюсь купил и следующая кассетка у нас не знаю как правильно сцена и не сцена кто в курсе ребят напишите в комментариях вот такие на здесь фильме ци фильме ци оскар рне садится в тюрьму ну приобрел я из-за фильма оскара комедия со сталлоне вот такая кассетка есть 180 моден им корея ребята я уже прочистил все протер пушка кассетки были засраны грязные как видим кассетка соответствует коробочке сокранчик хороший на четверочку с плюсом следующая у нас вот такая кассетка тоже сцена или сцену есть 195 это ребят было и 180 это есть 195 тоже пойдет уже в коллекцию тут продолжение нику 3 нику 4 вот такая ребята здесь надпись напечатанная аж трогаешь пальцем аж выделяется буквы надпись корея сохранчик хороший так видим что кассетка соответствует коробочке тоже уже хорошо для коллекции так сказать и следующая у нас кассе . ракс ракс если не ошибаюсь купила я ее за тоже за 20 рублей купил потому что здесь пятница 13 написано 3 четвертая часть состояние на троечку с плюсом видим что здесь порвано и чуть-чуть грязноватое ну как грязноватое замыленная уже кассетка соответствует тоже коробочки ракс видим фирма как и ребята хорошая вообще зачетно как я думаю под названию рак звучит звучит производство германия ребят германия не знаю правда или нет ну скорее всего в 90 начале середины девяностых все кассетки возились из-за рубежа так и следующая у нас кассетка есть и пи и 180 бас рэмбо ребята рэмбо охеренный кинчик не знаю что ли за кинчик еще повторять протер по перемотал кассетки туда-сюда чтобы не были размотить размагничены сейчас мы все включим и увидим что здесь за фильм такая кассетка есть теперь и давайте посмотрим соответствует кассетка коробки нет гол старт есть теперь но печалька ребят конечно было бы для коллекции что все бы сходилось так сказать по новым по на по мануалу было бы вообще бы огонь ну состояние коробочки на четверочку с минусом так и последний у нас кассетка вот такая ребята купил я потому что нам не приглянулась гол старт раньше в детстве своем ни разу не видел такие кассетки гол старт и 108 хай фай для стерео магнитофона может так сказать и кинчик здесь в миллер какой-то изгой не знаю не знаю ребят не смотрел не включал тока почистил и поперематывал madden in korea купил только из-за коробочки с надписью хай фай стерео типа гол старт и здесь как видим что ничего нет мы будем надеяться что кассетка от этой коробочки хотя здесь тоже написано гол старт давай фокусируйся и еще ребят приобрел вот такой пультики еще не чистил это ребята пультик от 9 так сказать двоечки у меня есть есть что у меня есть то у меня есть дивиди плеер сони и ресивер сони от от ресивера пульт остался живой а 9 плеера собака сгрызла там вообще в план пришлось его выкинуть ну выкидывал когда когда 9 уже отходила я не думал что это будет уже ретро купил его за 10 рублей еще видим что не чистил крышечки нету надеюсь почистит почистится и все будет работать ну скорее них не будет все работать так и но и будет что все будет работать сейчас ребят давайте приступим так сказать включению к самому главному и посмотрим что же там на кассетках так самое главное что я могу сказать включать конечно все кассетки не будем это долго и нудительно включим рэмбо рэмбо потом включим нико со стивным сигалом тоже возьмем нико 12 и включим 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 зловещие метрицы ребята ужастики вот 4 кассетки включим и 4 оставим который мне как бы сказать не особо интересно ну здесь оскар со стола не комедия я думаю смысла нет включать купил просто для коллекции эти уже чисто чтобы посмотреть и получить удовольствие ну рэмбусика ребята мы оставим напоследок а начнем давайте со зловещих потом пойдет ника ника продолжение и рэмбусик ребята в конце видео посмотрим там соответствует названию кассетка или нет ну чтож погнали ребята включению так сказать самому главному посмотрим что же там за перевод и первая кассетку на зловещие мертвецы кстати ребят тестим будет на телеке sony 3 метров давайте вставляем кассетку совы им врубаем кому как угодно и погнали давайте сделаем погромче чуть-чуть на 30 очку мерцание да мерцание никуда пока не уходит не знаю что с этим сделать так надо чуть-чуть средности убрать сделаем на 40 так это рекламка давайте перемотаем на уже фильме с уже не реклама вот кинчик пошел давайте назад зловещие мертвецы ну ребят перевод одноголосовой но не тот который с детства запомнил ну запись что могу сказать на 3 с минусом очень глиновая запись заезжена уже кассетка может туда-сюда еще погоняется давайте чуть-чуть перемотаем а а и а и а а и а и и и и а а короче погнали дальше врубаем следующую кассетку видим что одноголосовой перевод уже присутствуют это уже хорошо и название соответствует фильму замечательно сто процентов идет в коллекцию Ну что ж, ребят, следующая у нас кассетка Niku, Niku 1.2, ТДК. Вставляем. Ну, и че мы ждем? Ну и че? Че за фильм-то? Запись тоже такая, на 3 с плюсиком. Ну, перевод на голосовой уже хорошо, ребят, вообще, такие фильмы, вообще, зачет, мне нравится, смотреть с большим удовольствием. Смотрю, и время вообще проходит, незаметно даже. Давайте перемотаем чуть-чуть, че за фильм-то? Да, он и есть, Стивен Сигал. Нику, ребят, название соответствует, уже хорошо, то бишь, кассетка идет в коллекцию. Сначала посмотрю, а потом уберу в коробочку, на полочку, и пускай лежат до хороших фильмов. Давайте вырубаем, и погнали дальше. Так, следующее у нас Niku, то бишь, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4 часть. Сцена или channel, как правильно, кто знает. Но здесь видно, что уже запись получена, много получено, 4 с плюсика, можно сказать, Dolby Surround. Ну, ребята, это и есть ника продолжения, но переводик уже хороший, мне нравится, такой мусавый, с большим удовольствием посмотрю, будет такой ретро вечер с пивасиком, с рыбочкой или с коньячком. Интересно, ребята, еще и улеты. И другие. И другие, вот он, красавчик. Погнали большим. Кассетка уже соответствует, так сказать, названию тоже пойдет в коллекцию. Так, и следующая у нас кассетка последняя в этом тесте, в этом обзорчике. Вот такая ECP E180 Rambo Stick Rambo Graal этой покупочки, ребят. Самая зачетная в этом пакетике, которая была самая охерительная кассетка. Ну, я имею ввиду по фильму, а не по самой кассетке. Сейчас включим, вставим, врубим и увидим, соответствует названию кассетка или нет. Может там говно какое-нибудь записанное с телеком. Момент истины. Нажимаем play. Да, да. Перевод вообще, музыка для ушей. Заебиль вообще. Вообще, даже наслушаться не могут переводить такой зачет вообще. В фильме первая кровь. Rambo, первая кровь. Название соответствует, да, ахеренно, ребят. И не могу передать свои чувства, эмоции через камеру, через телефон, когда включаешь такую кассетку и слушаешь ушами за этот перевод. Говорят, ребят, обратно окунаясь в детство. Вспоминаешь эти видеосалоны с табуретками, где, кстати, я и посмотрел первый раз этот фильм. Ох, ребят, не знаю, как вырыться, но наши дети растут сейчас, вообще не понимают. У них только телефон, playstation, компьютер. И круговорот, телефон, playstation, компьютер, телефон, playstation, компьютер. Гулять вообще на улицу не ходит. Не знаю, что такое улица. Ну вот, ребят, столоны молодости. Ну вот, ребят, было такое небольшое видео, так сказать. Так сказать, вспомним детство из 90-х. Кому, ребят, понравилось, ставим лайкосики. Кому не понравилось, ставим, естественно, здесь лайкосики. Пишем комментарии. Давайте обживем это дело. Поделимся своими впечатлениями. Ребята, и пишите, кому нравится тема ВЧС. Потому что до этого вышло видео про видик. Ну, как бы, просмотры есть, но не настолько, насколько я ожидал. На данный момент где-то около 70. Если не соврать. Ну, ребят, мне это очень нравится, эти фильмы. Я смотрю с большим удовольствием, так сказать. Надеюсь, эта рубрика будет продолжаться. ВЧС. Вспомним детство из 90-х. Кому понравилось, ставим лайк. Кому не понравилось, ставим лайк. Всем пока. Ждем новых видосов. До скорых встреч.